Снова вечернее чтение книги Пророка Иеремии, неделю тому назад, прошлый четверг, главы, которые мы читали, это мы приняли новую тему, которая продолжается и в сегодняшних двух главах, которая по интонации совсем отличается от Божьей части книги, этот раздел называют книгой утешения, потому что Иеремия дает слова ободрения, которые ему Бог передает для своего народа. Ободрение в том, что казни, которые есть и еще будут, это не весь Божий план для Израиля. У Бога есть продолжение, и в этом продолжении есть много доброго для них. Он сказал Иеремии, то ермо, которое эти привелел носить в знак того, что они будут, хотят того или не хотят, подвластны Павелону, это ермо я сам разрушу, сам освобожу. И эти дивные такие добрые слова, которые Бог говорит, даже больше, чем можно было ожидать, они потому, что, как Бог сказал в 31 главе написанной книге Иеремия, что Он планирует дать Новый Завет. И поэтому Новому Завету Он дает им прощение, дает им надежду на обновление нации, даст им познание живого Бога. Они не просто будут детьми Божьими по названию или народом Божьим по названию, а по сути, они будут Бога знать, будут Его понимать и будут хотеть Его слушаться. Сегодня 32 глава Иеремии, где эта тема о том, что у Бога есть добрый для Израиля продолжается. Хотя это слово убодрение было тогда, когда и сам Иеремия переживала тоже нелегкие часы, как и весь Израиль, который в основном был, большая часть была уже захвачена вавилонянами, а немногие сохранили свою жизнь, потому что крепость Иерусалима была еще не взята. 32 глава Иеремии, первые два стиха. Слово, которое было от Господа к Иеремии в 10-й год Сидекии, царя Иудейского, этот год был 18-м годом на Мухадносора, когда войско царя Вавилонского осаждало Иерусалим. Иеремия, пророк, был заключен во дворе стражи, который был при доме царя Иудейского. Войско вавилонян большинство городов уже завоевало. Возможно остался один только Иерусалим, незабоеванный к тому времени. И сам Иерусалим переживал тяжелейшие времена. Их осаждают враги, а Иеремию тоже осаждают, но уже свои. В этом же Иерусалиме, когда в основном чувствуют себя более-менее защищенными, но облога, продовольствия не хватает, враги угрожают, вот-вот город может быть взять. В этом же городе Иерусалиме Иеремия находится под арест. И бежать тут некуда, потому что город оттащили враги. Но Иеремия под арестом, потому что Сидекию, царю Сидекии, не нравилось, очень не нравилось то, что говорил Иеремия. Вот стих 3 и 5 об этом. Сидекия, царь Иудейский, заключил его туда, сказав, зачем ты пророчествуешь и говоришь, так говорит Господь, вот я отдаю город сей в руки царя Вавилонского, и он возьмет его. Иеремия говорил Божью правду, и эта правда заключалась в том, что он их накажет, вот стих 5, да, и он отведет Сидекию в Вавилон, где он и будет, доколе не посещу его, говорит Господь, если вы будете воевать с хладеями, то не будете иметь успеха. В принципе, исход в какой-то мере более мягкий, но все равно тяжелый, мог бы быть для них, если бы они добровольно приняли эту Божью карьеру и сказали, Господи, мы понимаем, что ты нас наказываешь, и ты сказал, что ты нас завоюешь. И они тогда бы беспрепятственно подчинились Вавилону, не воевав с ним. Это был бы более-менее мягкий исход, потому что жизни у были бы сохранены, хотя для многих все равно было бы возможно насильное приселение. Но они не хотели этот план Божий принять, это ярмо на себя взять, и им постояла еще более жестокая судьба, потому что многие из них будут просто или казнены, или убиты, или умрут от голода и так дальше. И вот за это, за эти слова Севекия арестовал Иеремию, чтобы он не говорил и не ходил эти пророчества, не разносил по городу. И в этот момент, когда Иеремия под арестом, Бог говорит Иеремии. Вот что Бог говорит в стих 6. И сказал Иеремия, таково было ко мне слово Господне. Вот что Бог ему говорит. Бог ему в принципе открывает просто то, что должно сейчас произойти. Наперед говорит, что сейчас произойдет. Вот Анамеил, сын Солома, дядя твоего, твой двоюродный брат, идет к тебе сказать, купи себе поле мое, которое в Анафоту, потому что по праву родства тебе надлежит купить его. Бог предупреждает Иеремию, вот что сейчас произойдет, и это то, что я знаю, это то, что как бы нормально, чтобы ты это принял тоже нормально. А в чем была ненормальность, еще раз, скорее всего, этот анафоф и это поле уже было в Виллянами завоевано, и как бы никто не мог из евреев им бы пользоваться. Тем более сам Иеремия не знает, что с ним будет вне враги, а тут свои его арестовали. Но по их законам, по еврейским законам, по законам, которые дал Бог Босею, когда бы кто-то захотел ввиду каких-то тяжелых жизненных обстоятельств продать свое поле или свою землю, то он должен был бы это продать по закону ближайшему родственнику, чтобы это поле или земля осталась за территорией того племени или того родства, которое Бог наделил. Помните, когда они завоевали землю, Бог каждому наделил эти участки. То есть землю евреи, в принципе, не могли бы продать просто так. Они продавали их, во-первых, на некоторое время, а во-вторых, если даже это делали, то делали так, чтобы она оставалась все равно в своем родстве. И тогда родственник, который мог бы это сделать, это тоже было Божьим хорошо, он должен был постараться бы у этого, который где-то там попал в какую-то нужду и просто не может его содержать или в долгах, или в чем же это, то родственник ближайший должен был постараться выкупить эту землю. Но тут сложность в том, что война, он знает, что эта земля будет полностью завоевана. Какой смысл покупать поле, когда он знает, что Бог сказал, что 70 лет будет пленение. Бог выначит такое, но нужно сделать, значит, Еремия подчиняется, тут же под арестом этим, зовет по нашему нотариусу, все оформляет по закону, с печатями, свидетелями, сделка оформлена. Что же делать? Такая Божья воля была, заплатил кто серебро, которое, возможно, так было и нужно было ему как-то выжить. Сделка оформлена, но у Еремии вопросы, и он с этим вопросом идет к Господу. Вот стих 16, вообще стиха 16 будет длинная молитва Еремии. Ну, может быть, пару стихов только прочитаю. И передав купчую запись Воруху сыну Нирии, я помолился Господу. Он молится, говорит, Господи, я знаю, ты великий, ты всемогущий, ты все можешь, ты нас спасал из Египта, вывел народ, и я понимаю, что для тебя и сейчас нет ничего невозможного. Тем не менее, у меня есть вопросы к тебе, Господи. Вот эти вопросы в этой молитве. Он молится стих 24-25. Вот насыпи достигают до города. Город был под большими стенами окружными, защищающий его. А насыпи, это вавилоняне уже строили насыпи, искусственные горы, чтобы можно молотить насыпи атаковать и завоевать город беспрепятственно. Вот насыпи достигают до города, чтобы взять его. И город от меча, и голода, и моровой язвы отдается в руки халдеев, воюющих против него. Что ты говорил, то исполняется. И вот ты видишь атак. Господи, то, что ты мне сказал, вот на моих глазах, вот-вот это сбудется. Это правда. Все будет разрушено. Но у меня вопрос, Господи, 25-й. А ты, Господи, Боже сказал мне, купи себе поле за серебро и пригласи свидетелей тогда, как город отдается в руки халдеев. Господи, я подчинился, но я не понимаю, где логика, где смысл, зачем это нужно было делать. Далее, с 26-го идет длинный ответ, когда Бог объясняет Еремею, почему он это делает, и почему нужно было ему это сделать. И было слово Господне к Еремею, вот я, Господь, Бог всякой плоти, если что невозможное для меня. То есть, да, город придается, будет полная разруха, полная разруха. Все будет разрушено, но есть ли для меня что невозможное? И Бог снова говорит Еремею о том, что то, что кажется невозможным, он все-таки это сделает. Стиха 36-го. И однако же, ныне так говорит Господь, Бог Израилев, об этом городе, о котором вы говорите, он придается в руки царя Вавилонского мечом и голодом и мировой язвой. Вот я соберу их из всех стран, в которые и знал их во гневе моем и в ярости моей и великом негодовании, и возвращу их на место сия и дам им безопасное житие. Они будут моим народом, а я буду их Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни к благу своему и к благу детей своих после них и заключу с ними вечный совет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им. И страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. То, что здесь Бог говорит Еремею, это нам легко читать. Еремея видел совсем другую картинку. Сорона Израиля, вообще народ весь, доходит уже до полного конца. Мишая точка духовного падения и физического истребления. Что было до этого? Еремея пророчествовал в той части страны южной, где был Иерусалим. Ну а северная часть уже давно, столетие как было завоевано. Сирийцами завоевано и разрушено. Вот южная часть, где был Иерусалим, тоже полностью разрушается. Остался Иерусалим и вот-вот он будет взят. Нация стала очень маленькой, большинство истребленных. Те, кого раскидывали по разным странам, они где-то уже ассимилировались, кто знает, что с ними есть. А до этого между этими двума странами, между этими как бы двумя частями Израиля была гражданская война долгое время. Они друг друга ненавидели и истребляли. И вот теперь полное истребление. А Бог говорит о том, что у меня другой план. Я из этих вот всех рассеянных, которые были рассеяны, я соберу их, дам им одно сердце, один путь, у них будут одни мысли, у них будет единство, у них будет как бы все то, что сделает их богословенная нация. И у них это будет. Я это сделаю. В стихе 39-ом и 40-ом, ну, эти 40-ый стих, он дважды подчеркивает в этих стихах, 40-ый стих, вторая часть. И страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. Я им дам свой страх, и этот мой страх сделает их как бы моими людьми. Но вот какой страх? Страх мой, чтобы они не отступали от меня. Но обычно как бы чисто человеческий страх, физический страх. Если мы кого-то боимся, то мы от того удаляемся. Если у нас какой-то человек опасен, мы к нему будем подальше. Здесь речь и о другом страхе. В таком страхе, который нас к Богу приближает. Настолько приближает, что мы от Него не захотим уйти. Господь говорит, что я как бы запрограммирую, я вложу в их мысли, в их сознание, в их сердце. Это вот настоящее, на возведение слово, благоговение, почитание меня, что они будут бояться от меня отступить. И поэтому, конец этой главы 4 стих. Будут покупать поля, серебро. И снова будет все на месте. И земля будет. Потому что ты купил, хорошо, что ты купил. Оно останется за твоим племенем. Это нужно все. Ну вот Бог так много сказал. Кажется, что в принципе Еремия должен... Ну хорошо, Господи, ты мне объяснил. Все нормально. Хорошо, что я купил это поле. Но видно, что у Еремии... Вот Бог объясняет... Бог сказал ему перед этим. Еремия это сделал. Еремия не понял, что он сделал молиться. Бог отвечает ему. Но все равно видно, что даже после этого ответа Еремия как-то... Может быть, умом зашло, но в сердце не попало. Он не понимает, почему он это сделает. Не понимает, что Бог такое говорит. Как такое может быть, что вот... Такая вот нация снова будет вместе. Как это может быть сделать, когда такая полная разруха? И будет еще хуже. Вот что продолжается дальше. Еремия, глава 33. И было слово Господне к Еремии вторичным. Тогда он еще содержался во дворе стража. Бог видит его в сердце, что он не понял. У него есть вопросы, у него есть какие-то сомнения, у него есть какое-то, может быть, огорчение, что он бы слушал за Господа. И тогда Бог снова приходит к Еремии в откровении. И снова начинает говорить по этому же вопросу. Стих 2. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утрудил ее. Господь имя Ему. Возови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Он говорит, Еремия, ты не понял. Хорошо, что ты не понял. Но почему бы тебя снова ко мне не вызвать? Почему бы тебе снова не помолиться? Почему бы это, что тебе кажется невозможное, невероятное, почему ты с этим живешь, и оно тебя расстраивает? Очень просто. Еремия, снова скажи мне, набери меня. Мы пообщаемся. Позови ко мне, и я буду отвечать. Я за то, чтобы ты понял, на тебя дошло. Я за то, чтобы между нами не было никакого недоразумения. Я хочу тебе открывать больше, но тебе нужно просто ко мне обратиться. Бог говорит, я на связи, но ты должен взять трубку. И мы снова поговорим. И я тебе скажу то, что ты не понял, ничего страшного нет. Бог снисходит к нашим трудностям и непоняткам, к нашим, может быть, слабостям ума и духа. Я думаю, что если посмотреть на свою жизнь, то, наверное, Богу не раз приходится многие вещи нам повторять. Мы слышали раз, где-то пролетело, или проповеди, или прочитали, другой раз, третий раз. И, может быть, на какой-то момент Бог проговаривает, нам доходит. Вот что-то похожее в жизни Еремея. Но Бог говорит, Еремея, это решается просто. Просто как бы встань на колени или слонись передо мной и скажи это мне. То есть Бог не находится в каком-то далеком кабинете, чтобы... Он дал указ, понимаешь ты, не понимаешь, это твои проблемы. Он приходит к нам и говорит, я хочу быть с тобой, я хочу, чтобы ты знал мою волю. Он понимал, просто позови ко мне, просто позови. Этот стих, третий стих этой главы, я уже когда говорил, его называют номер Божьего телефона или телефон Божий. Потому что по цифрам хорошо подходит, глава тридцать третья, стих третий, три тройки. Этот стих гарантирует, что Бог всегда будет на связи, если мы захотим с Ним эту связь иметь. Возови ко мне и отвечу. Бывает так, что мы хотим с кем-то поговорить, берем трубку. Бывает так, что мы набираем или нет связи, или абонент разговляет, короткие гудки. Бывает так, или просто не взял трубку, человек при делах. А Бог говорит, ты просто возьми, я отвечу, я гарантирую, что отвечу. Я всегда отвечу. И чтобы не было тебе даже тяжелое для понимания, я дам тебе откровение, я дам тебе понимание, ты это познаешь. Итак, Бог сам говорит, ну слушай, Еремия, обращайся, я буду тебе открывать. И снова Бог Еремии уточняет, как может быть такое, что ему кажется невероятное и невозможное. Сейчас израильтяне переживают период Божьего гнева, справедливого Божьего гнева за их грехи. Стих 6. Но вот я приложу ему пластырь и целебные средства, и упрощу их, и открою им обилие мира и истины, и возвращу плен Иуды и плен Израиля, и устрою их, как в начале. Иуда, Израиль, это снова будет одна нация, снова будет в единстве. Восьмой. И очищу их от всего нечестия их, которым они грешили передо мною, и прощу все беззакония их, которым они грешили передо мною и отпали от меня. Сейчас так так плохо, потому что за грехи наказание. В будущем будет хорошо, потому что за грехи будет прощение. Потому что я планирую сделать для вас прощение. Это прощение, эти благословенные времена, они связаны вот с чем. Стих 14 этой главы. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я выполню то доброе слово, которое изрек о доме Израилем и о доме Иудином. Это два племня, которые имели эти гражданские воины, и в конце концов обе из них, части нации, разрушены и в плену. Ну вот я имею это доброе, стих 15, вот в чем доброе. В те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле. Вот это все, что кажется невозможным и невероятным, оно будет возможным. Даже не благодаря просто евреям или просто этой нации, а благодаря тому, что Бог для них готовил что-то невероятное и приготовил их через Иисуса Христа. Потому что я даю им того, кто готов их будет и простить, и благословить, и снова сердца их не изменить, снова их объединить, и тогда будет благословение. Вот доброе, но невероятное доброе, что кажется еще раз, по-человеческому для Иеремии было просто невозможно. Оно для Бога будет возможным, потому что Бога план был дать и для них, и уже теперь и для нас, нашего Господа Иисуса Христа, как нашего Спасителя и как нашего Царя. Он будет у вас такой Царь, который вас наконец-то выведет направо. Знаете, Анатолий Иванович считал тоже слова, где-то они переплетаются с тем, что переживал Иеремия. Слова и опыт Павла. Павел говорит, я не понимаю, как такое может быть? И доброе, и зло, и эта борьба, и не знаю, какой выход. По-человеческому невозможно выход, да? Но ему Бог открывает. Бедный я человек, но благодарю Господа моего Иисуса Христа. Есть выход. Есть выход даже для такого бедного человека, как мы в своей плоти, который борется со своими грехами. В желании жить правильно, но в невозможности иметь эту всю правду Божию. Выход есть. Потому что для Иеремии казалось невозможным. Возможно, для нас тоже кажется невозможным. Какие-то духовные победы, перемены. Возможно, мы молимся за кого-то, и кажется, нет смысла молиться. Потому что такой человек никак не может спастись. Он говорит, есть надежда, и есть выход, и возможна победа в Иисусе Христе. И для нас, для того, что нам кажется невозможным. Тот же Павел пишет, все могу, укрепляю еще меня в Иисусе Христе. Даже то, что нам кажется невозможным, Господи, для меня это невозможно, это выше моих сил. Да, это выше наших сил, но не выше Его сил. Помните, здесь жизнь Бога говорил в Иеремии, да, в этих главах. 32, 27. 32 глава, 27 стих Иеремии. Вот я Господь, Бог всякой плоти. Есть ли что невозможное для меня? Тебе кажется невероятным. А подумай, с кем ты имеешь дело. Со мной. А есть ли для меня что невозможно? Для Него нет невозможности. Поэтому то, что нам кажется невозможным для нас, возможно для Него. И мы к какому Богу мы пришли, к какому Богу мы призываемся свое невозможное нести. Бог говорит в Иеремии еще раз, воззови-ка мне, я тебе покажу, я тебе открою. То, что непонятное, воззови-ка мне. Все эти благословения, эта сила Божья, она доступна нам. Просто говорит Бог, набери меня, набери меня, и я отвечу. Он всегда на связи. Его небеса, Его канцелярия всегда открыт. В чем вопрос? Вопрос только в нас. Чтобы были открыты мои и твои уста. И тоже. Аминь. Романец. Романец. Романец.